Пунктуация и орфография на 100 баллов. 14 серпуховских школьников написали ЕГЭ по русскому языку и получили наилучший результат. С двумя из них познакомилась моя коллега Олеся Кенфеева. Она выяснила, в чем секрет успеха. Здравствуйте! Друзья, поздравляю тебя. Как у тебя? Хорошо, все было хорошо. Вариант легкий и сочинение было хорошо. Успех ученика для учителя это успех вдвойне. Наталья Григорьева поздравляет Анастасию. Вместе они прошли долгий путь подготовки. И вот результат. Экзамен по русскому сдан на 100 баллов. В ее педагогической практике это впервые. Я очень обрадовалась. Это было ожидаемо, но неожиданно. То есть, когда ты готовишь ребенка и видишь, что он трудится, что он старается, что он хорошо пишет, конечно, ты от него ждешь результатов. Выпускница Анастасия Приваленко – гордость 12-й школы. Золотая медалистка. Всегда училась на отлично, схватывала на лету, отличалась усердием. Все успевала и всем интересовалась. Яркая, уверенная в себе и трудолюбивая – так отзываются они преподаватели. Сама Анастасия скромничает. Мне всегда было прям все гладко. Иногда как-то в последний момент вытягивала на пятерки. Но в целом, да, все кончило. Иностранные языки очень нравятся. Очень нравятся разные фирмы. Искусство вообще интересуется этим. Помимо русского Анастасия сдавала экзамен по истории, обществознанию и английскому. Планирует поступать на международное право. А вот стубальница Кристина Акиньшина, выпускница лицея, мечтает стать хореографом. Она профессионально занимается в балетной студии 12 лет. Конкурс при поступлении в ВУЗ высокий. Золотая медаль и отличные результаты ЕГЭ добавят ей бонусов. Скорее всего, это упорный труд. Особенно 10-11 класс. Какие были любимые предметы в школе? Русские, литература. У Кристины грамотность от природы. Она порой интуитивно чувствует, как написать и сказать, чтобы не ошибиться. Много занималась с репетитором и самостоятельно. Читала, учила. Мама бесконечно гордится дочерью. Говорит, пошла вся в родителей. Я надеялась и верила, что она сдаст на высокие баллы. Потому что она очень старалась и прилагала массу усилий. Но когда увидели 100 баллов, конечно, был восторг. И радость за своего ребенка, что она смогла это сделать. Она добилась того, чего хотела. Потому что она, зажав кулаки, все время говорила, хочу трезначное число. В этом году русский язык сдавали 770 выпускников. Только 14 из них получили 100 баллов.